Сонливость, упадок сил, плохое настроение, кричащие симптомы недостатка витаминов. Начало марта именно в это время приходит коварная нехватка. Здесь как никогда важно обратить внимание на самочувствие и прислушиваться к сигналам. Долгое отсутствие солнца, истощение, нехватка овощей и фруктов – триггеры, которые ведут прямиком в кабинет терапевта. Особенно от дефицита полезных микроэлементов страдают дети. «Мы чаще всего сталкиваемся с гиповитаминозами, когда недостаточное поступление витамина в организм человека, которое сопровождается определенным симптомокомплексом. Симптомы гиповитаминоза проявляются чаще всего в зависимости от того, какого витамина не хватает в большей степени. Но общими являются общая утомляемость, сонливость, раздражительность, повышенная плаксивость ребенка, нежелание играть, если это маленький ребенок, отставание в процессе учебы». Аскорбинкой делу не поможешь. Беда миллионов – самолечение. Пропить курс витаминов не панацея. Первонаперво надо разобраться, чего не хватает организму. В этом поможет только врач и анализы. Половина населения назначает себе БАДы при серьезных недугах. Подобрать эффективный препарат по силам медикам, но не диванным терапевтам из соцсетей. «После зимы организм ослаблен и он испытывает повышенную потребность витаминах. Основными будут являться А, С, Е, Д и витамины группы В. Витамин С укрепляет стенки сосудов, помогает справиться с инфекциями. Также он повышает работоспособность и предотвращает атеросклероз. Витамин Д отвечает за минеральный обмен. Он помогает усваивать кальцию и фосфор, которые необходимы для костей и зубов. Также он улучшает работу иммунной системы и участвует во многих обменных процессах в организме». Поддерживать здоровье можно не только витаминами, но и активной жизненной позицией. Спорт положительно влияет на состояние организма. Немаловажно питание. Медики рекомендуют потреблять в сутки не менее 400 граммов свежих овощей и 200 фруктов. «Живу возле речки, выхожу на речку и с 6 утра до 7 релаксирую. Солнышко, восход, свежий воздух, бег. Вот это для меня автаминусы. Ну и потом, в основном, только фрукты в большей степени налегаю». «Фрукты, овощи, все, что организм требует, все употребляю. Витамины в аптеке тоже покупаю». «Витамин Д, цинк, комплексы разные. Стараюсь восполнять, конечно, больше продуктами. Обязательно девушкам для красивой кожи авокадо, жирные кислоты». «Кушаю фрукты, овощи, пью витамины, которые мне подходят». Весной важно прислушаться к сигналам своего организма и не игнорировать дефицит витаминов. Сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, крепкий и здоровый сон спасут от недугов. Соблюдая все рекомендации, тёплая пора станет удовольствием, а не разочарованием.